Здарова, друзья! До конца 2018 года осталось всего несколько месяцев. За этот год вышло огромное количество офигительных фильмов. А в следующем году их выйдет еще больше. И сегодня мы с вами об этих самых фильмах и поговорим. Заранее можете оставлять комментарии, какой фильм 2019 года больше всего ждете вы. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. World of Warships это не просто игра. Это уникальный игровой опыт, позволяющий применить фуражку капитана огромного судна и принять участие в ожесточенных морских сражениях. Доминируй на воде и в небе, применяя любые инструменты и тактики. От рискованных лобовых атак до сложных стратегических гамбитов. Поливай врагов из дальнобойных орудий или расстреливай в упор. Устраивай коварные засады. Регистрируйся прямо сейчас по ссылке в описании и получи подарочный крейсер Албани. И 2 миллиона серебра в подарок. Удивительный мир Марвена. Этот фильм основан на реальных событиях и расскажет вам историю обычного парнишки, которого избили гопники и сделали из него инвалида. Из-за своих недостатков главный герой постоянно комплексует и решает создать мир инсталляцию из игрушек. И эти игрушки однажды оживут. Вот только произойдет это все только в голове главного героя. Так что нас как минимум ожидает серьезная драма с отличным посылом. Премьера фильма состоится 10 января. Стекло. Это продолжение недавнего фильма Сплит и фильма Неуязвимый с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Джексоном в главной роли, который вышел еще в далеком 2000 году. Три безумных психопата соберутся на одном экране и покажут нам настоящее безумие. Перед походом в кино рекомендую посмотреть и два первых фильма. Иначе есть опасения пропустить и не понять много интересных деталей. Премьера фильма состоится 17 января. Крид 2. Наследие Рокки Бальбоа. Это сиквел Крида из 2015 года и прямое продолжение того самого Рокки из 1976 года. Как и в сиквеле 2015, Рокки будет тренировать своего юного падавана для схватки с еще более серьезным врагом. Думаю картина получится не хуже первой части. Она кстати получила очень хорошие рейтинги. Премьера фильма состоится 24 января. Лего Фильм 2. Это сиквел отличного мультфильма, который запомнился всем своей уникальной стилистикой, юмором, отсылками и неплохим сюжетом, как для детского мультфильма. Вторую часть ждать долго не пришлось и вот она выходит на экраны уже 7 февраля. И ожидается, что в ней будет все то, за что мы полюбили первый мультфильм, но все это будет умножено на два. Люди Икс, Темный Феникс. Ооо, этот фильм наверное можно назвать картиной-загадкой. Ведь изначально фильм должен был выйти в октябре этого года. Потом его перенесли на февраль. Совсем недавно объявили о досъемках. Дату релиза пока не меняли. А знаете, что во всем этом самое интересное? То, что у фильма все еще нет трейлера. При том, что съемки завершились почти год назад. Я не знаю, чего они ждут, почему затягиваются рекламной кампанией, какие там у них происходят проблемы, но все это настораживает. Надеюсь, что фильм не перенесут и его премьера состоится 7 февраля. Как приручить Дракона 3? Это продолжение отличного мультика, который рассказывает о дружбе человека и дракона. Параллель, конечно, можно провести с любым другим животным. У мультика всегда был отличный сюжет. И режиссер всегда рассказывал нам потрясающую историю. Думаю, и эта часть не станет исключением. А ее премьера состоится 21 февраля. Капитан Марвел. Буквально сегодня вечером, как раз тогда, когда я пишу этот текст к этому видео, показали первые кадры этого очередного шикарного фильма от Марвел. На них, кстати, засветился Ронан. Также были показаны Скруллину и, конечно же, сама Капитан Марвел, которая выглядит потрясающе. Ожидаемо мы получим очередной превосходный фильм от Марвел, который подарит нам много новых эмоций и приоткроет занавес тайны перед новой частью Мстителей. Премьера фильма состоится 7 марта. Дамбо. Это очередная экранизация Диснея всеми известной сказки. На сей раз нам покажут историю маленького слоника с большими ушами. Премьера фильма запланирована на 28 марта. Шазам. Это новый сольный фильм во вселенной Диси, который познакомит нас с, пожалуй, самым веселым супергероем этой мрачной вселенной. Первый трейлер этого фильма показали еще на Комик-коне. И он действительно крут. По крайней мере, юмор в нем отменный. Думаю, и все остальное тоже будет на высоте. А именно, экшен, злодей должен не подкачать, персонажей раскрыть хорошо. Ну и все остальное, думаю, приложится. Фильм однозначно стоит ждать, а его премьера состоится 4 апреля. Мстители 4. На момент записи видео, все еще не имеющие официального кодового названия. Ну, собственно, стоит ли мне что-то говорить об этом фильме? Ведь Война Бесконечности собрала уже больше 2 миллиардов кассовых сборов, побила десятки мировых рекордов и стала самым, если не лучшим, то популярным и обсуждаемым фильмом последнего десятилетия. Так что все вы, конечно же, с нетерпением ждете продолжения. Ну или хотя бы первого трейлера, ну или хотя бы первых официальных кадров. Думаю, что все это покажут нам не раньше декабря месяца. Но не факт. Возможно, в этот раз интригу будут тянуть до премьеры Капитана Марвел, ведь она скрывает в себе много спойлерных моментов и трейлеры, как минимум, могут подпортить интерес. Но как бы там ни было, ждем премьеру, которая запланирована на 2 мая. Джон Уик 3 Ух, буквально недавно увидел фото со съемок, где он верхом на коне расстреливает наемников на мотоциклах. И пускай трейлера все еще нет, я уверен, что фильм будет просто шедеврален. Таким же крутым, как и первые две части. По части экшена, режиссуры и постановки все будет потрясающе. В этом можно не сомневаться и смело идти на премьеру, которая состоится 16 мая. Аладдин. У этого фильма, как и у большинства следующих, все еще нет первого официального трейлера. А из известной информации я могу лишь озвучить то, что режиссером картины стал Гай Ричи, а в главных ролях сыграют Уилл Смит и Наоми Скотт. Премьера же самого фильма состоится 23 мая. Годзилла 2. Король монстров. А вот у этого фильма первый официальный трейлер уже есть, и он просто охерительный. Годзиллы в нем, конечно, показали мало, но зато продемонстрировали всех его противников. Плюс все это было идеально стилизировано и сопровождалось отличным саундтреком. Так что фильм однозначно стоит ожидать. Это будет эпичное зрелище. И кстати, это уже третий по счету фильм во вселенной гигантских монстров. Премьера которого состоится 30 мая. История игрушек 4. Продолжение культового мультика, который все мы смотрели и обожали в детстве. Прошлый мультфильм История игрушек получился очень годным. Собрал хорошие отзывы и окупился. Так что думаю, четвертая часть будет не хуже. Ее премьера состоится 20 июня. Король Лев. Это еще одна экранизация популярного диснеевского мультфильма. Как вы знаете, в последние годы Дисней прям не на шутку разошлись. Красавицы и чудовища, Щелкунчик, Дамба и вот Король Лев. Кому-то это может не нравиться, но лично я такой подход поддерживаю. Всегда приятно смотреть на экранизации мультфильмов, Перезапуски старых франшиз с использованием современных технологий, Да и просто возрожденные франшизы и сказки, Рассказанные немного по-другому. Так что фильм я конечно же жду, А его премьера состоится 18 июня. Новые мутанты. Это многострадальный фильм, Съемки которого завершились больше года назад. Изначально он должен был выйти в начале этого года. У него уже даже трейлер есть, Потом его перенесли на месяц, А потом и вовсе отодвинули релиз больше чем на год, И объявили о масштабных досъемках. Обычно такое фильмам только вредит, Но не будем хоронить картину раньше времени, И надеемся, что получится весьма годно. Премьера новых мутантов состоится 1 июля. Оно 2. В успех первой части мало кто верил, Но фильм вышел, И за время проката умудрился собрать Почти миллиард долларов кассовых сборов, Многократно окупив незначительный бюджет, Казалось бы, обычного хоррора. Поэтому продолжение сразу же было запущено в разработку. Его съемки идут уже несколько месяцев. На главной роли повзрослевших детей Заявлены Джессика Чистейн и Джеймс МакЭвой. Старый добрый клоун Пеннивайз, Конечно же, тоже вернется. А премьера самого фильма запланирована на 5 сентября. Короче говоря, как раз на мою днюху. Чудо-женщина 2. Первая часть фильма стала, пожалуй, Самым высокооцененным фильмом киновселенной DC. Все его хвалили, И мне он, конечно же, тоже очень понравился. И вот на подходе вторая часть. Главным антагонистом второго фильма станет Гепарда. А действия развернутся в 80-х. Думаю, фильм получится отменным. И снова соберет свои высокие оценки И нехилые кассовые сборы. Премьера фильма состоится 31 октября. Терминатор. После второй части Терминатора, Франшизу изрядно так потрепало. Ее дополняли и плохими фильмами, И более не менее хорошими. Но последний фильм стал прямо точкой невозврата. И вот этот новый Терминатор Станет прямым продолжением легендарного судного дня. А на все Терминаторы, которые выходили в этом промежутке времени, Создатели призывают забыть. Ведь теперь для вселенной их просто не существовало. На нового Терминатора мы сможем посмотреть только 21 ноября. То есть, осталось ждать больше года. Холодное сердце 2. Долгожданное продолжение одного из лучших мультфильмов Диснея. На данный момент о мультфильме неизвестно вообще ничего, Кроме даты премьеры. А именно, 28 ноября. Девятый эпизод Звездных войн, Режиссером которого стал Джей Джей Абрамс. Ну, думаю, Звездные войны не нуждаются ни в каком представлении. Съемки девятого эпизода стартовали совсем недавно, И были даже опубликованы парочку фото со съемок. Но на данный момент это все, что у нас есть. Премьера самого фильма состоится 19 декабря. Ну, а на этом, пожалуй, все. Конечно же, этот список ни в коем случае нельзя назвать полным. Ведь огромное количество отличных фильмов зачастую могут анонсировать за пару месяцев до их премьеры. Так что информация не полная и может дополняться. Пишите в комментариях, какой фильм я пропустил, И какой фильм вы ждете больше всего. Ну, а также не забывайте ставить этому видосу лайк, Подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео, И нажимать на колокольчик. Ну, а также вступать в группу ВКонтакте, И подписываться на второй канал со стримами. На этом уже точно все. Всем удачи, друзья. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok